МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые выстрелы прозвучали примерно в 10 утра. Неизвестный вооруженный автоматом совершил нападение на РОВД Алмалинского района. Спустя 20 минут появилась информация о перестрелке в районе демартамента КНБ Алматы на пересечении улиц Байзакова-Абая. В 11 часов выстрелы услышали жители района Старой площади перекрестка Аблайхана-Тулеби. Там же задержали одного из предположительных стрелков. На месте происшествия у УВД Алмалинского района одной из самых первых оказалась моя коллега Жанна Архимжанова. Очевидцы рассказали ей о том, кто совершил нападение на участок и что он говорил во время стрельбы. Первые сообщения о нападении на управление внутренних дел Алмалинского района появились в 11.00. Прилегающую к участку территорию оцепели. Буквально через несколько минут в отделение привезли двоих неизвестных в наручниках. Нападение на УВД произошло средь бела дня, так что свидетелями происшествия стали десятки людей, работающих в офисах близ полицейского участка. По словам одного из очевидцев, к зданию полиции подъехал автомобиль Ауди серебристого цвета. Из нее выбежал мужчина, одетый полностью в черное, около 27 лет. На контрольно-пропускном пункте он, видимо, ранил милиционера. Потом, как я понял, он у него забрал автомат, забежал в РОВД и начал стрелять там. Выбежал из РОВД и побежал в сторону космонавтов. Он что-то говорил? Аллах Акбар кричал. Водитель этого грузовика услышал несколько выстрелов и забежал в ближайшее здание. Буквально через несколько секунд пуля попала в боковое стекло его автомобиля. Я в машине до этого момента сидел. Потом, когда выходил, когда услышал выстрелы и крики, и тогда только заметил, что разбегусь. А вы кого-нибудь видели, когда выходили? Я видел, там какая-то паника была, а вот тут никого не было. Нападавшему удалось покинуть здание полиции. По всей видимости, он направился в центральную часть города. При преследовании, по данным МВД, вооруженный преступник ранил двух сотрудников патрульного экипажа. Но и сам получил ранение и был задержан. Подъехало около двух микроавтобусов, из которых вышли люди в камуфляжной одежде, в масках, с автоматами в руках, с бронежилетами, с щитами. И побежали в парк. Было очень страшно. Казалось, даже, по-моему, в парке раздались выстрелы. Район площади Астана полностью оцеплен. Здесь работают эксперты-криминалисты. Местами видны лужи крови и осколки. Мы находимся на расстоянии нескольких метров. Ближе полицейские не подпускают. По предварительным данным, задержанный 27-летний житель Казалардинской области. Его подозревают также в убийстве, совершенном в минувшие выходные. Еще несколько человек находятся в розыске. В МВД Казахстана распространили официальную информацию о событиях в Алматы. Зачитаю кратко. 18 июля около 11 часов утра при попытке проникновения в Алмалинское районное управление внутренних дел ДВД Алматы было нанесено огнестрельное ранение постовому полицейскому, после чего преступник завладел автоматическим оружием сотрудника полиции и скрылся. При преследовании преступника им было применено похищенное оружие в отношении преследующего экипажа полиции «Буран», в результате чего два сотрудника патрульного экипажа получили огнестрельные ранения. В дальнейшем подозреваемый был установлен, при вооруженном сопротивлении ранен и задержан. Главной целью нападения экстремистов на полицейские участки была дискредитация в правоохранительных органах. По мнению аналитиков, радикалы пытаются показать неготовность стражей порядка защищать мирное население. По мнению экспертов, в Казахстане действует разрозненная сеть экстремистских ячеек, которая координируется извне. Главной задачей отечественных спецслужб должно стать недопущение объединения этих группировок. По мнению политологов, сложившейся ситуации властям следует наладить тесное взаимодействие с населением, добиться того, чтобы жители республики чувствовали свою ответственность за происходящее и сообщали обо всех подозрительных вещах. Каждый из нас, в принципе, должен оказаться действие государственным структурам с точки зрения контроля и наблюдения за тем, что происходит вокруг нас. То есть у нас очень большой уровень, скажем так, немножко такого расслабленного отношения к этим рискам и угрозам. Все-таки многие алматинцы, в том числе и Казахстан, все-таки считают, что проблемы с экстремизмом и терроризмом, даже если где-то в каких-то регионах есть, но они сильно не касаются. В МВД республики опровергли целую серию слухов, порожденных паникой. В социальных сетях и на мессенджерах алматинцев стали появляться сообщения о якобы заложенной бомбе на ЖД вокзале Алматы. А также говорилось о том, что в одном из микрорайонов были замечены толпы вооруженных людей. Эти сведения подтверждения не нашли. А я напомню, что в Алматы действует красный уровень террористической опасности. Силовые структуры призывают жителей и гостей города не паниковать, оставаться дома или на своих рабочих местах. Если поблизости будут слышны выстрелы, нужно укрыться в безопасном месте. В прекрасном уровне надо также обращать внимание на брошенные и оставленные без присмотра предметы. О подозрительных людях и автомобилях сразу сообщать в полицию. При этом ни в коем случае не вступать с ними в контакт. Всем гражданам необходимо иметь при себе документы. Правоохранительные органы просят воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Не выключайте телевизоры и радиоприемники. Следите за официальными новостями. А также не поддавайтесь слухам и непроверенной информации. На данный момент в Алматы все спокойно. Выстрелы больше не слышны. Корреспонденты информбюро отслеживают ход спецоперации в Алматы. Уже в 16.30 выйдет в эфир новый экстренный выпуск новостей. Мы расскажем, как чувствуют себя пострадавшие. В больнице доставлены 14 человек. Следите за оперативной и самой главной достоверной информацией на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok